Сегодня исполняется 55 лет с момента выпуска на обогатительной фабрике Кольской ГМК в Заполярном первого концентрата. Это стало настоящим событием в промышленной жизни Кольского полуострова. Летом 1958 года был вынут первый ковш экскаватора из котлована корпуса среднего и мелкого дробления. Так началась большая стройка, на которую ехали со всей страны. А уже 14 июля 1965 года получена первая партия промышленного медно-никелевого концентрата. Газета «Советская печенка» писала тогда. Еще совсем недавно дробильщики пропускали через механизмы пустую породу, а уже сейчас приняли руду. Для получения первого никелевого концентрата было продроблено 7300 тонн руды. Это 73 статонных железнодорожных думкара. Сегодня обогатительная фабрика Кольской ГМК занимает важное место в технологической цепочке компании. Она отвечает за переработку всего минерально-рудного сырья, добываемого на шахте Каула-Котельвара и руднике Северной. Конечным продуктом фабрики является концентрат, богатый цветными металлами. В этом году мы реализовали и запустили уже на полную мощность проект по отгрузке обедненного концентрата. Это экологический проект, который позволяет снизить выбросы на площадке печенка-никель. Сейчас в стадии реализации находится вторая часть этого проекта, которая после реализации позволит нам отгружать полностью весь концентрат, тем самым продавать его сторонним потребителям. В части технологии составлена довольно-таки большая программа обновления оборудования, в основном это футационное. Мы понимаем, для того, чтобы нам получить качественные показатели технологического процесса обогащения, нам необходимо менять оборудование на более современное. Обновление оборудования продолжается в том числе и с использованием современных интеллектуальных систем. Фабрика на сегодняшний день является лидером по внедрению инструментов индустрии 4.0. То есть на одной секции у нас тестируется электронный подсказчик, то есть это автоматизированная система, которая выдает подсказки. Дальше планируется, что эта система будет сама принимать решения по управлению технологическим процессом, тем самым исключив человеческий фактор и ошибки, которые с ним возможны. Следующим этапом у нас будет испытание потокового анализатора, которое будет позволять нам распределять руду по бункерам, то есть усреднять ее по принципу крапленности руды. Данный процесс направлен на повышение эффективности, как в принципе все остальные. Ну вот такой тоже инновационный процесс, который нигде еще не применяется. И вот на обогательной фабрике будут проводить такие пилотные испытания. Провели на фабрике испытания систем машинного зрения, которые показали свою эффективность. В цехе брикетирования умный цифровой глаз следит за качеством конечной продукции фабрики – брикетов. Уже второй год. Такую систему планируется установить в ближайшее время и для определения крупности руды. Такой контроль онлайн позволит повысить производительность мельниц и снизить энергопотребление оборудования. В прошлом году на обогательной фабрике закончился ремонт диспетчерского пульта. В этом году к нам уже пришло новое современное оборудование, включая видеостену. И в ближайшее время приедут представители подрядной организации для того, чтобы все это дело смонтировать и запустить в работу. Это вот очень четко укладывается с программой умного развития фабрики. 55 лет – довольно-таки серьезная дата для производственного подразделения. И надо сказать, что обогатительная фабрика находится в довольно-таки хорошем состоянии. Я имею в виду состояние основных фондов, состояние оборудования. Пожалуй, самое главное, что есть у фабрики – это сплоченный, вовлеченный в производство коллектив, которому я уверен по силам достижения любых задач. И, естественно, хочется пожелать им дальнейших успехов. Напомним, что на этой неделе свой 85-летний юбилей отмечает и группа компаний «Норникель». Петр Широбок, ФТВ-21.